Как выглядит похоронный фургон в Сингапуре в индийском квартале для индусов? Колокольчики с пееди и колонки это само собой. Тут есть специальные рамочки, ну не рамочки такие, прореди, в которые вставляется рамка с портретом умершего. Если в китайских кварталах она такая простенькая, то тут конечно она с огромным кокошником, кабина водителя само собой тоже прикольная. Чтобы было красиво, спереди лошади. Вот собственно дальше сам похоронный фургон, как это называется? А, ну и корова на крыше. Не похоронный фургон, а я забыл название, я забываю русский язык постоянно. Чтобы вы не думали, что вас хоронят на лошади, тут вот есть огромный, например, это конь, ребята. Это настоящий боевой конь. Вот. Ну и дальше собственно у нас находится внутри гроб с покойником, обычно вот там вот такие вот прикольные колокольчики. Так. Звенит, да? Вот. Ну и конечно же там стойки для флагов, различные красивые скульптуры и колонки сзади. Там еще были колонки спереди. Ну вот сюда загружается непосредственно сам гроб. Вон видите там колонки вдали. Вот. Точно такой же, но чуть-чуть другой. Окраски с другими форматами. Вот. И занкаскет. Вот. И спереди у него конечно не конь, а уже какое-то другое божество. И корова побольше, конечно, да. Что характерно, да, обратить внимание, корова, она обращена лицом к гробу с покойником. Видимо, это какое-то местное поверит традициям. Спереди тоже колоночки и разные мигающие фонарики, чтобы всех извещать о том, что вот красиво отправляемся в последний путь. Все, вспомнил. Катафалк. Это слово называется катафалк, да. Вот, собственно, вот такой вот катафалк можно использовать в Сингапуре при необходимости ваших похорон. Ну или кому-нибудь там подарить, так сказать. Вот. Красиво, модно. Я бы сказал даже молодежно. С вами был канал Нетуистический Сингапур. Подписывайтесь, не переключайтесь. А мы пойдем исследовать город дальше и смотрите...